Общество должно видеть Конституционный суд в деле. От этой активности вашей зависит действенность защиты Конституционного правопорядка в нашей стране. Поэтому обсудим ряд принципиальных вопросов деятельности Конституционного суда. Во-первых, новой Конституционной функцией суда стало толкование основного закона. Для этого требуется инициатива правомощных государственных органов. Вы знаете, Президиум, ВНС, Палаты парламента, Верховный суд, наше правительство. Эти органы также вправе обращаться по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов. Но пока мы не видим такой инициативы, но пошло должен готовить сам Конституционный суд. Вы должны проиницировать этот процесс через свою практическую деятельность. В свою очередь, для государственных органов эти Конституционные нормы не должны быть декларативными. К вам обращаются люди с наболевшими вопросами. Второе. В основном в законе появилась еще одна важная новация – Институт Конституционной жалобы. Это инициатива самого суда. Граждане получили возможность обращения в Конституционный суд не только через уполномоченные государственные органы, но и лично. Петр Петрович, вы всю жизнь об этом говорили, работая председателем суда. Ну вот, пожалуйста. Что делает Конституционный суд для того, чтобы люди могли реально воспользоваться этим правом? Вы должны доступно рассказывать им, что Конституционная жалоба – это их дополнительная гарантия, когда исчерпаны все средства защиты в судах общей юрисдикции. И если мы ввели в прямой доступ к Конституционному правосудию, считаю, недопустимо формальное рассмотрение Конституционных жалоб граждан. Третье. Сегодня также будет идти речь о взаимодействии наших судов. Обращаться в Конституционный суд праве и суды общей юрисдикции. При рассмотрении конкретного дела судья, усомнившись в Конституционности, применяемой в этом деле акта, ставит вопрос о проверке его на предмет соответствия Конституции. Ни до внесения изменений в основной закон, ни после ни одного запроса в Конституционный суд не поступило. Вопрос в чем проблема? Знаю, что по этому поводу у Верховного суда имеется свое мнение. Переходя к обсуждению обозначенных вопросов и других, еще раз хочу отметить, что высший орган Конституционного контроля не должен быть сторонним наблюдателем за происходящими в обществе процессами. При этом хочу вас просто предупредить, что Конституционный суд не должен себя позиционировать как нечто исключительное в нашем государстве. Благо, что все, о чем я говорил три десятка лет, сегодня вы уже убедились на практике, имея в виду Соединенные Штаты Америки. Вы видите, как власть действующая себя ведет, чего стоит эта демократия. А во-вторых, и это, наверное, положительный факт, вы видите, как такая мощная страна, которой бы, в общем-то, и не надо было показывать свою предь, защищает государственные интересы. И плевать им на весь мир, не то, что на какую-то страну, на весь мир. Америка прежде всего. Поэтому не забывайте, ни одно, наверное, государство не сделало реально, как мы, в отношении независимости наших судов. Но вы не должны забывать о том, что вы часть нашего государства, государственной структуры, если хотите, аппарата управления. Об этом ни в коем случае забывать не надо. Мы должны быть, как никогда, едины для того, чтобы выстоять и для того, чтобы сохранить свое государство. Мне нечего вам тут объяснять, вы не хуже меня понимаете все, что происходит. Поэтому нельзя обособляться Конституционному суду, надо выстраивать конструктивное взаимодействие с другими государственными органами. Ваша роль должна быть видна и в правоприменительной деятельности.